Да ладно, снова ничего, серьёзно? Со скуки с вами и подохнуть можно. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить саманточку рут... эээ... лески... на восток. Так что, погнали! Как объяснить сам твой приход ко мне? Ой, да зачем так глубоко копать? Саманте и не нужно это знать. Не пожалел ты формы для искусства. К вещам не так привязан пионер. А с ней у вас языковой барьер. Неловкость прикроет он искусно. А мне без формы ты ходить предложишь? Зачем? Пока сидеть хоть голым можешь. Вожатая вернётся и найдёт. Не стой! Дождёмся, что она придёт! С утра раздеть пытается упорно. Предлог нашла, вот отнимают форму. Поспорила ты с кем-то или как? Ну ты, Семён, какой же ты дурак! Куда с меня ты галстук тянешь? Ай! Ой-вэй! Так, живо остальное всё снимай! Её такая сцена не смущает? Ну вот же. Наконец-то понимает. В делах любовных ты не чемпион. Добыча у тебя в руках, Семён. Но не будет больше так доступно. Такие шансы упускать преступно. Она же не пришла сюда за этим. Довольно вам вести себя как дети. Зачём пришла, она сама не знает. Чего-то подсознательно желает. А, Ангел, я хочу его совет. Я тут один, у второго парня нет. Немножко ли... Немножко ты и так у нас контужен. Так что второй советчик и не нужен. И без него ты шансы все упустишь. Веселье в жизни главное пропустишь. Не вижу для веселья вариантов. Сейчас мы как бы в домике вожатой. А за стеной юная Саманта. Совсем не обстановка для разврата. Не вижу тут этической дилеммы. Плохое место ж не мои проблемы. Надеюсь, не упустишь эту кису. Придётся мне послушаться Алису. Теперь приходит мой черёд смущаться. Неловко перед ней раздеваться. Да чё такого-то? Твоя взяла. Сейчас получишь форму. Не вздумай ржать. Накроюсь одеялом. Да накрывайся хоть саваном. Да накрывайся саваном хоть чёрным. Смотреть стриптиз я вовсе не желала. Едва остался в майке трусах. Звук с улицы ввергает в жуткий страх. То Ольге несомненно голос был. Как вовремя Алису услужил. От ужаса это оцепенела. Надеюсь, что одеться-то успела. Хотя особой разницы не будет. Вожатая по-своему рассудит. В моём уме уж каждый миг просчитан. Что через секунды тут произойдёт. Меня завидит Ольга с синьоритой. И шум сюда Саманту привидёт. Отправимся тогда мы на Голгофу. За что же мне такая катастрофа? Могли бы вы сейчас со мной пойти? Да, что такое? Мне к тебе зайти? Удачно как, не верю. Правда что ли? Мы спасены. Теперь скорее на волю. А остальное она одеть уже не хотела надеть. То есть... Свободен путь. Сэм совершила чудо. Тут больше ни секунды не пробуду. Алиса удирала без оглядки. Мою зачем-то форму прихватил. А я скорее разыскивал манатки. Возврат вожатой этим упредил. После экспресс-ревизии на полках нашёл в парне вполне приличную футболку. Картина не совсем уж безысходна. Штаны или джинсы. Боже, что угодно. Иначе буду в домике пленён. Не видел щётку для волос, Семён? А ты зачем мою напялил блузку? И как она не оказалась узкой? Я бы ответил, как дожить охота. Такой не тесно будет бегемоту. Для образа ещё и варианты. А блузка оттенет мои таланты. Сойдут колготы и любой жакет. И в довершении всего берет. Я тот момент сейчас переживаю. Которых в жизни барыши не счесть. Ездив в гардёробе всё, как по желанию. Но совершенно нечего надеть. Схожу я в рукоделие кружок. Вось найдём, что для тебя, дружок. Ещё немножко форма замаралась. И неудачно в стёрке оказалось. А нельзя ли сменную мне получить? Конечно, можно. Мог бы и не просить. Стащил бы, да не знаю, где искать. Залезть не догадался под кровать? Она там вся лежит в углу в коробке. Это долбоёбок кусок. Любые размеры найдёшь ты в этой стопке. Ушла она, а я переоделся. Да на кровать расслабившись уселся. Тут подо мною хрустнула бумага. Алиса текст забыла. Бедолага. Решил исправить эту я оплошность. Листки ей отнесу, явив дотошность. Я вижу, полюбился наш лежак. У моего крыльца нет, как-никак. Мешаю здесь я сидя. Извини. Конечно, нет. Коль хочешь, тут живи. Вас видела с Алисой. Вот дела. А Кольгу ты нарочно увела? Нет, не благодари меня о том. Из-за меня ловушкой устал дом. В конце концов, я не желала зла. И сделала то, что была должна. Наверное, обидел я Саманту. И стал за то на время арестантом. Надеюсь, ты прекрасно поняла. Там нечему смущать твое внимание. Хоть вызвать ситуацию могла. Твое большое недопонимание. Забудем. А теперь куда собрался? Алисин текст так в доме и остался. Закончим приключение вместе спешно? Коль скоро не мешают, то конечно. Похоже, никого опять нет дома. Или дверь решила мне не открывать? Пожалуйста, давай не будем снова. Кого-либо так сходу обвинять. Чтоб стоило чего-то приключения, блесни хотя бы умозаключением. Ну, как это, погода хороша? Освоила сарказм моя душа. Ну ладно, признаюсь уже, я дома. Шептаться надо было тише. Надо бы потише грома. Явились отношения выяснять? Вовсе нет. Вот, текст тебе отдать. А, текст? Вот это глупо получилось. Ко мне тогда зайдёте, раз явились. О, классный домик. Только где Ульяна? Да где-нибудь опять буянит Ирьяна. А это что? Любимая открытка? Нихуя себе! Смешно, Алис. Хорошая попытка. О чём ты? Так ведь это не она. Ульянка, вот малая сатана. Вот честно, небольшая важность чьё? Предупредил бы, спрятали бы её. К тебе не набивались мы, поверь. Ну, без Саманты тёрся пту у двери. Не время для гостей, ребята, наверное. Да и дела имеются вокруг. Не буду вам надоедать чрезмерно. Чтоб не травить товарищеский дух. Вы отточить спешите мастерство. До пьесы времени чуть-чуть всего. Куда? Из-за открытки всё проклятой. Что? Сам из-за открытки стерить? Ушла же и смотрелась мрачновато. Ушла, чтоб дать нам роли поучить. Оставила вдвоём нас. Не пойму. Ты под оплеки не ищи тому. Не знаю, что тебя так в этом гложет. Сама она с тобой читать не может. Чего ты взял, что я с тобой хотела? Остаться? Ну ладно. Раз пришёл, давай за дело. А тот вопрос таки оставим без ответа. Ну ладно. На текст как будто в первый раз глядела. Назад-вперёд растеряно листала. Акт первый. Сцена пятая сначала. Да знаю. Я нашла уж что хотела. Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка Шпагу, этот негодяй, усмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? У нас Монтеки. Как он к нам проник? Ты Ромео? Адреном Ромео. Приди в себя. Что ты к нему пристал? В гостях надутость это неуместно. Нет к месту. Есть лишнее в гостях. Я не снесу. Какой такой, какой такой Ромео? Ээээ. В гости к нам Семён проник. Я форму нашу высушить сумела. А только прожгла немного воротник. И кстати, на твоей рубашке тоже. Пришлось у Лики там же закопать. Иначе получилось бы негоже. Могло за порчу шмоток нам попасть. Ну ладно, с вами некогда трепаться. Я удочки беру и удаляюсь. Мне важным делом нужно заниматься. Освободиться к пьесе постараюсь. Зачем я и разрешала форму взять? Да что теперь? Продолжу я читать. Ромео, сущность чувств моих к тебе. Вся выразима в слове. Ты мерзавец. Чебальт, природа чувств твоих ко мне, моих к тебе, велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец, будь готов. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Словами раздражения не унять, которое всегда ты возбуждаешь. Так, ну, пора его унять и делом. Пускай и презрядно неуклюжим. Неужто роль учить не надоело? Я? Снова? Все по вопросу того же. Теперь, раз обстановка изменилась, вполне кровно вы уединились. Вдруг выгонят. То было бы ужасно. Пойдем привратно. Кстати, не напрасно. А ну-ка, как поспешного решения. Хорошая разрушу отношения. Ты отношений захотел, глупец? Не скромный принц ей нужен, а наглец. Не рушит ничего в любви отвага. Дорогу не пройти, не сделав шагу. А камни на дороге неизбежны. Что теперь сидеть тебе в надежде? Нет, трусость шанс идти не повышает. Скорее, только напрочь их лишает. Лишь то, разрушив, что себе надумал. А в жизни выдумок и вовсе нет. Жалеешь о несбывшемся угрюмо? Будь мужиком, такой тебе совет. Ну что? Неправда, я тебя не обижал. Тут горнозов в столовую застал. Да ладно, снова ничего, серьезно. Со скуки с вами и подохнуть можно. Расстанемся друзьями, Капулеттио. Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Ну и понятно, подрались те двое. Друг другу убивали, все такое. И можем мы на этом, стало быть, на ужин с чистой совестью отбыть. Алиса в шортах? Это что за вид? Не портит славя людям аппетит. Подходишь и ворчишь, идешь и ноешь. Зачем опять на связь со мной выходишь? Тебе полезнее, говорю, без фальши. Держаться от меня как можно дальше. Должна я... Должна отстать я от тебя, подруга. Позволь спросить, с какого перепугу? С тобой мы пока еще не квиты. Твои слова и вовсе не забыты. Зато твои не значат ничего. Ты угрожаешь снова? Что с того? Чем подтвердить свои... Чем подтвердить свои слова делами, способна только скрежетать зубами. Пожалуйста, не надо провокаций. Закончить день без враждебных акций. Не бойся, я сама оплод порядка. Ведь знает, воевать со мной не сладко. И поведет себя вполне прилично. Поддержит снова имидж свой привычный. Но ты на это не надеешься лучше. Ведь час уже твой близок злополучный. Скажи ей, чтоб ко мне она не лезла. Уже не так-то стало безмятежно? Меня теперь в защиту призываешь? Не как ты за нее? Смотри, как знаешь. В столовой необычная картина. Нам вместо вилок всем раздали ложки. А ложки эти к жареной свинине. В объятиях зеленого горошка. Саманта не особо удивилась. Ко всякому уже приноровилась. Сойдут и ложки. Мы же не царицы. Всех с праздником тюремных день традиций. Сегодня день у Вильяма Шекспира. И пьеса «Чем не повод нам для пира?» А что, Шекспир? Ведь даже ходят слухи. Он пездарь был успешный в показухе. И тексты вышли под пером чужим. Чем гением был некий аноним. Так, и опять мы доходим до... ...некоторого момента. Где мы сейчас будем скипаться в... ...впырот? И... Блин, это уже аж прям седьмой день. Йо-хоу! Все, закончились долбаные стихи. И здесь нам надо помочь Алиске. Эх, прости, Славя. Остаешься? Давай попозже туда сходим, а? Нет, ничего. Я сама отлично справлюсь. Удачи вам! Боже, как она меня тут бесит. Это пиздец просто, а не девка. Все в порядке. В смысле? Ну, вы вчера... ...ничего? Да ты о чем? Не поссорились опять? А, нет, порядок. Это хорошо. Вот ты-то почему не явился? Да вот, вожатое было не в себе. Ничто. Как будто что-то новое. Вообще запретила выходить. Очень злая была. А я еще не прощен. И я еще не прощен, наверное. А чего гуляешь тогда? Так вожатой нет. Уехала. Саманту в город отвозить. Еще не слышала? Не-а-а. А зачем ему в город? Странно это. Сегодня что? Весь лагерь проспал? Ну? А, да все. Домой едет. Серьезно? А чего так рано? Да глупость. Я ночью все-таки выбрался. И случайно Саманту встретил. А Ольга увидела. Решала, что у нас какое-то свидание. Ты что-то умалчиваешь? Ну, ты тоже не очень откровенно-то прославил. Это наше с ней дело. А из-за твоих делишек Саманту прогнали. Так уж неудачно совпало. Я не виноват. Серьезно? Вот не виноваты все тут? Я... Ладно, не надо. Не время трепаться. У нас еще дело есть. Хорошо. Где искать будем? А кого, собственно? Разделимся. Я беру на себя пляж? Еще бы. И стадион. А ты проверь ту часть лагеря. Северную. Ясно. А как искать-то? У кого спрашивать? У нее есть тут друзья? Подружки? Да полный лагерь. А как искать без понятия? Импровизируй. Окей, импровизировать так импровизировать. Но импровизировать мы будем уже в следующий раз. Но сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok